Уважаемые коллеги, поступаем к пресс-конференции, после матча вы все готовы. Хорошо, если готовы, давайте приступим к вашим комментариям по игре. Ну, я думаю, потратили много сил в последние две игры, и третью игру не хватало сил, не смотря на второй период, еще вот так по себе, и начало третье, а потом уже вторая часть, тяжело было, ребята старались, но опять сил не хватало на третью игру на выезде, а сейчас самое главное, что ехать домой, остановиться, переслежившись игру. Спасибо большое, есть вопросы Денис Тайпов, Горобзор. В конце мы увидели такое грязное удаление от Криса Уайдмана, будет ли он наказан за 5 плюс 20, за этот удар Кадейкину в пах? Я не знаю, надо посмотреть. Добрый вечер, Азамат Шулуков, Медиа Корсидь. Расскажите, пожалуйста, что с составом у Торпедо, уже не первый матч, вы не досчитываетесь некоторых игроков основы. Сегодня, например, не было Уракова, Шварца. Спасибо. Все играй, кто мог. Коллеги, есть вопрос из чата, у нас спрашивает Владимир Бакулин, с КХЛ Дэвид. Когда стало известно, что сыграете сегодня в три звена? Сегодня. Появилась в сети информация о том, что игроки торпедоизолированы, заболели коронавирусом. Можете ли это как-то прокомментировать? Правда или нет? Пока информации нет, они просто не могли играть, а этой информации нет. Неправда. Прошу коллеги, есть ли вопросы у нас в чате? Есть вопросы. Можно? Пожалуйста, конечно. Алексей Хитрюк, Спортбокс. Дэвид, вы взяли 30-секундный перерыв при счете 1-1 на восьмой минуте второго периода. Причина? Ну, там длинная смена. Спросил ребят, они устали, не могли, им надо было отдохнуть. И всегда спрашивал их, если они смогут там. После, я не знаю, минуты или с чем-то, что играли в зоне, что надо было тайм-аут делать. Один на один счет, следующая шайба. Очень важно, что при один на один счет не просто оставить их, а уставшая команда забила. Еще вопрос. В целом, оцените итоги выезда. Вряд ли вы довольны результатом, а вот игрой команды. Насколько довольны? В выездных матчах? Ну, как? Первую игру довольны, а вторую и третью недовольны. Можно сказать, что ключевым фактором, из-за которого вы потерпели два поражения, являлись потери в составе или нет? Ну, конечно, да. Спасибо. Спасибо, коллеги. Есть ли еще вопросы? Господа, есть вопросы? Пожалуйста. Дэвид, как вам сегодня первая игра Михасенко? Ну, тяжело оценивать. Первая игра КХЛ надо привыкть по скорости движения, принимать решения. Пока ему было тяжело сегодня. Но, опять, нельзя судить после первой игру, но по скорости было тяжело ему сегодня. Спасибо большое. Есть ли еще вопросы? Если нет, Станин Немировский, спасибо большое. Спасибо. Конференция с вашим участием заканчивается. Уважаемые коллеги, если все готовы... Да, мы готовы. Если... Наверное, начнем с... Юбрив, коментация за гейм. Спасибо. Сегодня очень хорошая работа. Я с доволен. Первые 40 минут, exactly how we planned. We played... Played smartly. We were patient. And we really believed that... We are a stronger team today. Last... Last 20 minutes... A little bit... We... We started like a hope. Hope too much things and we didn't work enough. That's why last one was a little bit... Harder for us. Big picture today. Like... Like... Result... Tell us for us. So... Good job for the team. Сегодня, если говорить о результате, мы хорошо сработали. Для нас успешный матч получился. В первые 40 минут, можно сказать, что мы играли умной, так как планировали играть. Однако, если говорить о последних 20 минутах, то мы слишком много стали на что-то надеяться и пытались играть просто. И поэтому мы из этого, конечно, сделаем, извлечем уроки. Однако, так если говорить, то счет сегодня сам для себя говорит. 6-2 в нашу пользу. Спасибо. Вопрос от Владимира Бакулинка. Томи, как оцените дебюты Алексеева? Вы довольны? Я думаю, что в первом игре для него он играл в очень сильном игре. Он хороший скейтер, большой человек. Он был очень долго, когда играл в прошлый раз. Но сегодня он очень помогает нашим команде. И я думаю, что он очень большой помогает нашим команде в будущем. Я думаю, что в будущем он нам очень сильно поможет. Да, у него был достаточно длительный период без игры. Однако он защитник, большой защитник с отличным катанием. Поэтому я думаю, что для нас, конечно же, усиление. Спасибо. Сыграет ли Ларсон в Казани? Мы посмотрим. Я не хочу сказать ничего сейчас. Но, надеюсь, он будет в дальнейшем как быстро. Да, конечно. Он молодой игрок. Он имеет хорошую позицию играть с импортами. И я думаю, что он имеет силы, чтобы это делать. Потому что Филип Ларсон отсутствует в лейнапе. Поэтому мы хотели попробовать. И я думаю, что Шакир сегодня сделал хороший шаг. Я думаю, что Шакир сегодня проделал отличную работу. Да, мы понимаем, что у нас отсутствует Ларсон. Поэтому сегодня получил свой шанс сыграть. Шакир молодой и талантливый игрок. Поэтому сегодня, в принципе, он сыграл достаточно хорошо. А что касается игры в будущем, то мы, естественно, посмотрим. Почему сегодня отсутствует у Никиты Сошникова? Никита? Никита, он имеет небольшое повреждение. И только в случае, что он вышел сегодня. Но, надеюсь, ничего серьезного. С ним ничего не серьезного нет. У него есть небольшое повреждение. Поэтому решили сегодня, что он игру пропустит. Так, в принципе, еще не о чем переживать. Добрый вечер. Добрый вечер. Азамат Шулуков, Медиа Корсеть. Сегодня Салават в ногу бросил шайбу в зону. Это нетипично для команды. Хотели ли вы так ускорить розыгрыш в зоне атаки, пользуясь тем, что у соперника нет некоторых игроков основы? Спасибо. Мы знали это. Это было время для нас. Потому что соперника не играли в целом. И это был большой план для нас. Мы должны сделать соперника дима и работать трудно сегодня. И поэтому мы использовали много баксов для соперника. И это работало очень хорошо. И, как я сказал, в первые 40 минуты, мы следили наш план очень хорошо. И я счастлив. Но, в любом случае, это очень хороший способ играть. Потому что это смартный способ и безопасный способ. И у нас есть силы для нас. И когда мы можем еще разобраться в зоне атакующей зоны, мы очень сильные команды после этого. Потому что мы можем играть в долгие раллии. Да, в принципе, я с вами согласен. Одной частью нашего плана сегодня на игру было попробовать соперника держать в их зоне, сбрасывать шайбу. Потому что мы знали, что у них есть проблемы с составом. Но при этом 40 минут мы, в принципе, играли прекрасно. Мы понимали, что у нас есть преимущества в этом плане. Потому что наши игроки очень сильно мастеровиты и могут шайбу в чужой зоне держать. И старались мы этим компонентом как раз таки воспользоваться. Оцените смешанные спецбригады большинства. Ну, то есть там, например, Хакарьков одновременно был с регионерами и так далее. Сегодня последний игрок был очень долго. Хартикан играл первый игрок немного длиннее. И поэтому Пьётр был на земле с первым игроком. Но нет, там не было больших возможностей. Но игроков был так, как сегодня. Особо больших изменений у нас не было. Однако последняя большинство, про которые мы говорим, там достаточно длительная смена получилась. Хартикан не сразу сыграл. Поэтому Пётр Хакарьков оказался в этой схеме. Но, в принципе, никаких особых изменений у нас не было. Томми, добрый вечер. Меня слышно? Да-да, слышно. Добрый вечер. Томми, вопрос такого плана. В середине второго периода «Торпеда» закрыла Салават в зоне. Очень долго гостила. Очень много опасных моментов создало. Почему так получилось? Не успели вовремя смениться? Или что-то другое повлияло на это? Это хоккейский игрок. У меня есть моменты. И «Торпеда» – это не плохая команда. И они также хотели победить. И я думаю, что это был небольшой момент. Мы играли немного позиционально. Но мы решили, что это было довольно быстро. И мы решили, что это было довольно быстро. Так что я могу сказать. Они хотели победить. И они тоже были моменты сегодня. Но ничего особенного не было. В общем, считаю, что ничего особенного не случилось. Хоккей – такая игра, которая может что-то поменяться неожиданно. Да, это был такой эпизод. Мы все прекрасно понимаем. «Торпеда» – не самая плохая команда. Они тоже хотели победить. И так случается в хоккее, что соперник имел какое-то преимущество. Однако мы достаточно быстро игру исправили. Игру наладили. Поставили на рельсы. И продолжили действовать, как мы именно хотим. «Добрый вечер!» Алексей Горюнов, МК «Бушкортостань». «Томми, сегодня во втором периоде Михаил Воробьев после удаления пропустил несколько смен. Вы решили, что ему нужна передышка или это была воспитательная мера?» «Да, я хотел бы поменять немного. Потому что у нас был третий форвард, Бас Киров. Он был сегодня в линопе. И я чувствовал, после этого пенальта, что сейчас это время для два движения для Бас Кирова. И пытаться дать энергию для команды. И я думаю, Бас Киров сделал хорошо. Когда он играл. И потом Бас Киров играл в третьем. Это было небольшое детали в игре. После удачной игры с «Авангардом» сегодня опять достаточно легко пропускали. Что это недостаток мотивации? На соперника недостаточно на это настраиваются игроки, чтобы выкладываться полностью в меньшинство. «Авангардом» 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 our PK's mistake sometimes it's happened and third one was we played too passive and early of the season we had a problem that we played too passive PK and now again the moment was too passive for us we gave all keys for our opponent to solve this situation and it was like we played badly this moment but the thing is we won today even opponent scored wise and we need to learn from these moments and I really believe that when we keep working with the penalty killing so our team is going to be really strong when we go forward there is a question that we are going to be in the middle of the season and a lot of them and that they will be in the middle of the season. Чем он вам нравится? Пименов – очень хороший человек. Сучкова, Старкова и Алалыкина, которые сейчас травмированы. Мы имеем в первую очередь. В первую очередь, это очень холодно. Кадейкин, вторую очередь, Салид Хаги. Мы смотрим. Я не могу вам ответить на ответ. Но, конечно, в этом сезоне, есть много вещей вокруг команды. Сегодня мы видим, что Торпедо не имеет никакого конкурса. Так что, может быть, в какой-то день мы имеем такие проблемы. Так что, конечно, это будет время для молодых игроков. Но я не хочу отверстие. Я хочу оставить себя спокойно, потому что команда играет хорошо, и команда отвечает очень хорошо. Так что, сейчас мы должны делать смартные движения. В сегодняшней встрече мы не страхованы от таких же проблем с составом, как у Торпедо сегодня были. Поэтому сезон очень длинный. Нам нужно очень внимательно к этому относиться. Что касается последних вот этих игр, которые мы провели, у нас первая тройка в огне, в том числе и вторая. Цена Кадейкина отлично действует. Третье-четвертое звено выглядит сегодня достаточно солидно. Сегодня мы дали сыграть Баранову. Сегодня мы дали сыграть Башкира. Мухамадуллин сыграл в первом звене. В первой тройке и стройке в первом большинстве. В первом звене большинство. Поэтому сейчас я вам ответ точно дать не смогу. Но мы прекрасно понимаем, что мы от таких проблем, как, например, у Торпедо не застрахованы. И совершенно разные моменты могут быть. Поэтому сейчас мы такие вещи стараемся держать. Достаточно к них спокойно относиться. И так легко относимся. Потому что, ну, я как уже повторяю, сезон достаточно длинный. И посмотрим, что будет дальше. Сегодня генеральный директор Салатов Александр Курносов сказал, что Салатов Лефт интересуется вратарем Данилом Тарасовым. Есть информация, что именно Томми Ламса стал одним из инициаторов переговоров с Тарасовым. Так ли это? Да, мы работаем вместе здесь. Я работаю с менеджментом, с Курносовым и Тейшовым. Мы работаем вместе. И это сезон, потому что коронавируется, мы должны быть готовы для всех. И я знаю Данил. Он был здесь, когда я приехал. И Данил играл в Финляндии. И я знаю, какой человек, и какой галлий он. Это было очень легко. Что касается Тарасова, то мы вместе, во-первых, работаем с менеджментом. То есть вместе с Курносовым, вместе с Чижовым. И прекрасно знакомы с Тарасовым, потому что когда я пришел в команду, он здесь уже был. И я прекрасно понимаю, что он за личность, что он за игрок. Поэтому в этом плане, да, у нас есть основания об этом думать. Сегодня вы начали пресс-конференцию на русском языке. Когда планируете ответить на все вопросы журналистов на русском? Спасибо. Когда вы планируете ответить? Вопросы. Вопросы. Я не знаю. Я не знаю. Может быть. Я всегда учусь. Я действительно хочу учить эту язык. и я уже с командой. Иногда немного. Но мы увидим. Я не хочу дать предупреждения. Первое – это помочь Салават Юлаеву победить. Следующее – это русский язык. Самая важная задача – это привести к победе Салават Юлаеву. Русский язык, наверное, потом. Однако я каждый день стараюсь его учить и делаю какой-то прогресс. Посмотрим. Посмотрим. Пока сложно ответить. Но будем стараться изучать русский язык. Томми, вот вы говорили про первое звено. Оно действительно во многих матчах делает результат. Нет ли у вас беспокойства по поводу того, что остальные игроки привыкнут, что есть звено, которое всегда выручает результаты, попадет в некую команду, попадет в некую зависимость игры первого звена? Я очень верю нашу команду. И я очень верю, что если у нас есть на ночь, что наш первый лайн может быть вновь, то другие лайн может быть вновь и создать голову. И я думаю, что уже с Северсталом, в втором игре Кадейкин, я думаю, что это один из примеров. Я думаю, что это один из примеров. И я думаю, что это один из примеров, когда мы идем дальше в сезоне, что все четыре лайнер нужно играть сильный и сильный сезон. Это почему мы практичем, и это почему мы даем feedback для бойцов. Все эти лайнеры, которые могут улучшить, которые могут улучшить и улучшить, во время сезона, они будут сильны во время сезона. Что касается этого вопроса, то оснований нет волноваться, потому что, если мы вспомним игру в Череповсе, например, звено Кадейкина, Кадейкин забил дважды, мы должны с каждой игрой делать шаг вперед, даже если, например, хорошо играют звено иностранных хоккеистов, и русские вполне себя хорошо проявляют. Поэтому наша цель – это игра всех четырех звеньев, которые могут играть хорошо в атаки и хорошо защищаться. Понимаем, что очень длинный сезон, и поэтому у нас есть хороший отклик от ребят, мы все время постоянно это обсуждаем, и я думаю, что в этом плане нет каких-то поводов для волнения. Главное, мы делаем прогресс от игры к игре. Прошу, коллеги, спасибо большое. Спасибо, до свидания. Добрый вечер. Азамат Шулуков, Митя Корсеть. Расскажите о своем физическом состоянии. Команда Торпеды играет без нескольких игроков основы, на остальных нагрузки больше. Спасибо. Добрый вечер. Ну, так получается, да, но мы к этому и готовились. Ребята стараются, работают. Поэтому выкладываемся, стараемся выкладываться в каждой игре на полную. Олег Чернов, Совкор 02. Ребята, сегодня очень неуверенно выглядели местами, совершали детские ошибки. Вы саловато побаивались или что так? В связи с чем так получилось, что Торпеда была не совсем на себя даже похожа? Никого мы не побаивались. Играли в свою игру. Так получилось, что ошибались. Да, как вы сказали, есть пара глупых ошибок. Везде так бывает. Вопрос от Владимира Бакулина. Что случилось при счете 1-1? Да, ничего не случилось. Это хоккей. Тут все 60 минут играем. Они свои моменты забили, которые у них были. Мы, к сожалению, их не забили. Поэтому немножечко отпустили соперника. Очень далеко. Спасибо большое. Есть ли у кого-нибудь еще вопросы? Если вопросов нет, ребятам большое спасибо. Спасибо. Есть звук? Есть, есть. Тогда ваши короткие комментарии по игре. Что получилось, что не получилось сегодня? Ну, я думаю, игра в большинстве получила. Забили два гола. В то же время не очень хорошо сыграли в обороне. Но шесть голов – это очень много. Будем добавлять как-то в этом компоненте. Спасибо за ответы. Алексею Гулинову есть вопросы. Добрый вечер. Сегодня был момент, когда, в принципе, команде нужно было отыгрываться. Ваш партнер подвел достаточно команду. То есть эмоции проявил. Как в команде относятся к таким вещам? Ну, сложно сейчас сказать. Конечно, это не очень хороший поступок был с его стороны. Но нужно играть до конца, несмотря на счет. Не знаю даже, что сказать. Хорошо, если вопросов больше нет, тогда пускаем. Спасибо большое. Удачи. Спасибо. Маркус Граннум с нами. Юра, ты здесь, да? Да, да. Мы готовы продолжать. Пожалуйста, сначала комментарий по игре. Да, это было хорошо победа. Мы получили пункты. И, конечно, всегда хорошо, когда вы победите. Но у нас есть какие-то вещи, которые нужно сделать, чтобы мы получаем лучше. Отличная победа. Хорошо, что мы сегодня выиграли, набрали очки. Но всегда, после даже побед, нам есть над чем работать и над чем продолжим работать. Спасибо. Есть ли вопросы, пожалуйста, Алексей Веринов? Добрый вечер. Сегодня вы набрали четыре очка, тему «Картиканин» пять. Должна ли остальная команда угостить вас ужином за результат? Да, да. Я думаю, это всегда хорошо, чтобы выиграли два пункта. Но это не все, чтобы выиграли два пункта в хокке. Вы все равно должны играть хорошо и противно. И самое главное, что мы победим. Самое главное, конечно же, в этой игре, не то, что мы набираем очки, а что мы выиграем игры. Поэтому сейчас самое главное, надо на этом сконцентрироваться. Добрый вечер. Азамат Швуков, Медиа Красить. В Северной Америке вы чаще играли в меньшинстве, чем в большинстве. Подробнее. Подробнее, скажите, было ли вам трудно перестраиваться обратно на атакующий хоккей? Это первый вопрос. Спасибо. Да, это немножко разные. Я обычно много играл ПК в Северной Америке, но всегда очень мягче, играть в力. Вы получите возможность ввести. Может, изменить чего-то? Ты скажешь в игре? Нет, можно было. Да, я не знаю, если мы говорим. Мы просто пытаемся играть каждый день и каждый игрок. Мы не говорим о том, кто будет победить. Мы всегда пытаемся победить и победить. Сложно сказать, что мы об этом говорим. Наша задача и то, с чего мы хотим, это забивать голы. Поэтому мы на этом больше все сконцентрированы, а не на тех разговорах. Но очень сложно, конечно, во время игры что сказать. Мы больше стараемся играть в хоккей. Маркус, добрый вечер. Владимир Бакуленко, ХЛ. Вопрос такой. Вас можно назвать специалистом по торпедо? Что думаете на этот счет? Да, я не знаю. Но, естественно, два игрока. И я смогу выиграть голы и получать какие-то точки. Но, естественно, иногда ты чувствуешь лучше против других игроков. Потому что, может быть, их системы разные или что-то. Но, да, я продолжаю играть в хоккей. Все же таки я продолжаю просто играть в хоккей. Да, возможно, у меня где-то бывает такое, что в хоккее получается против одной команды действовать лучше, чем против другой. Но моя главная задача, конечно же, набирать очки и стараться помочь команде. Спасибо. Денис Тейпов. Денис Тейпов говорит обзору. Как удалось так хорошо сыграться с Хартиканином и Манином? Есть ощущение, что вы всю жизнь вместе играете? Да, естественно, я знаю, какой тип игрок. Он сильный человек. Он может играть с хоккей, он может играть игроки. И, естественно, Манин делает много работы в нашей линии. Он очень хорошо противостоятельно. Так что я думаю, что сейчас мы чувствуем хорошо. И, возможно, мы сможем продолжать. в том же духе. Что касается нашей игры, то я прекрасно знаю, как играет Манин, как играет Хартиканин. Хартиканин отлично укрывает шайбу, представляет нам пространство. А что касается Сакари, он просто очень-очень много работы делает для того, чтобы нам помогать в защите. Поэтому я думаю, что на взаимопонимании эти с этим и связано, что мы друг друга знаем, как играем. И второй вопрос. Можно сказать, что сейчас в Салавате вы получаете огромное удовольствие от хоккея. Вам в Уфе намного лучше, чем последние годы «За океан». Спасибо. Да, конечно. Мне очень нравится хоккей сейчас. И, конечно же, вы можете играть много. Я играю много. И сейчас я играю с «Пок» и играю с «Топ-гой». Это очень весело. И, возможно, мы сможем продолжать. Играть? Да, абсолютно правы. Мне очень нравится играть, когда особенно много играешь. Играешь с такими классными топовыми парнями, которые у нас есть в команде. Поэтому я, честно, наслаждаюсь и получаю удовольствие. И в том числе и веселюсь, когда нахожусь на льду. То есть очень комфортно действовать. И надеюсь, что мы продолжим в том же духе действовать. Маркус, провели уже пару домашних матчей в сезоне. По сравнению с предсезонными матчами, мы разрешили больше у количества зрителей посещать матчи. Как вам поддержку фимусских трибун? И вообще, обращайте внимание во время игр на такие вещи. Да, конечно, это только 50%. Но, да, мы все равно слышим, что фанаты на стене. Они очень громко, поэтому это много весело. Очень классно, да. Сейчас нас поддержат лишь его 50% зрителей. Однако это все равно заметно, как за нас болеют, как нас гонят вперед. И поэтому очень классно, что болельщики есть на трибунах. Мы их прекрасно слышим и ощущаем их поддержку. Коллеги, если вопросов больше нет, всем большое спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok